Самая обаятельная и привлекательная жительница областного центра работает на предприятии «Гродно Азот». По крайней мере, так уверяют организаторы одноименного конкурса. 13 сотрудниц химического гиганта вот уже на протяжении нескольких месяцев сражаются за титул «Самой-самой» и, нужно признать, проявляют завидное упорство на пути к победе. За Азотовской самой обаятельной и привлекательной следит весь город. Девушек даже узнают на улицах и желают удачи в финале. Сейчас к ним прикованы взгляды тысяч гродненцев. И с этой ответственностью девушки, кажется, справляются на отлично. Мы хотим пропагандировать не только как красота внешняя, но и красота душевная. Поэтому в канун такого замечательного праздника, тем более 75-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, поэтому мы пригласили девушек поучаствовать в акции посещения ветеранов. То есть поговорить с ними, поделиться каким-то опытом, рассказать, как сейчас молодежь живет, посмотреть, как ветераны живут. Боевой десант красоты в составе азотовских машинисток, инженеров, художниц, лаборантов и представительниц прочих профессий высадился у дома Степана Ильича Кемежука. 90-летний ветеран в годы Великой Отечественной войны был подростком. Как мог, помогал скидельскому подполью, сейчас Степан Ильич помогает хранить память о реальных событиях 40-х годов минувшего столетия. Память о войне, которая не должна повториться. Если мы не будем говорить о том, как это было, о том, что надо защищать свою родину, когда приходят враги, потому что по-другому никак нельзя. И вот это говорить не только с самими ветеранами об этом, но еще с детьми. Если они еще пообщаются с людьми, которые, ну вот их чуть-чуть осталось, и поймут это вот через общение, через эту эмоциональную сферу, которую дают сами эти люди, то, конечно, это будет незабываемо, и они смогут уже своим детям передать это. То есть связь поколений очень важна. Далее конкурсантки отправились к Петру Владимировичу Гаврелику. Несмотря на почтенный возраст, он с какой-то естественной легкостью очаровал всех без исключения представительниц прекрасного пола. Хотя у этого человека позади отнюдь нерадостный путь. Во втором бою он был серьезно ранен, потерял почти 70% крови. После черных военных лет четверть века проработал на Азоте. Сейчас, встречаясь с молодым поколением заводчан, дает им не только наставления по работе, но и советы, выстраданные ценой собственного здоровья. Вы появились на свет и живете, потому что отцы ваши, деды, было время, сражались за это, чтобы вам жилось хорошо. Вы должны ценить и уважать тех людей, которые еще живы и остались с той войны. Особенно обрадовался визит у самых обаятельных и привлекательных Владимир Иванович Туповский. За мирные годы бывший разведчик не потерял ни выправки, ни стати. Владимир Иванович поделился воспоминаниями о девушке, последними новостями с родного предприятия. Знаете, для них какая-то такая отдушина, радость, что вот их не забыли, что их помнят, что они мало того, что они как ветераны войны, они еще и на предприятиях, что они не забыты, что они окружены вниманием. Это неоценимо. Конкурс «Самое обаятельное и привлекательное» уже стал традиционным для Гродно-Азот, как и эти встречи, которые ежегодно проходят в честь одного из самых главных праздников в году – Дня Победы. Счастье от того, что есть кого поблагодарить, с каждым годом становится все осмысленнее, а воспоминания, в которые превращаются эти неспешные разговоры, отзываются как-то по-особому. И так хочется, чтобы эта добрая традиция продолжалась как можно дольше. Лена Молчанова, Олеся Матвиенок, Андрей Савко, Новости, Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...